741 хадис Анджабир ибн Абделяй Анна Раджулин. Анджабир ибн Абделяй рассказывал о том, что один человек, в некоторых хирурятах сказано, что пришел один бедуин и спрашивал, «Кали, я, Расуллах, о посланник Аллах, да бахта». Вот это очень важно, что пришел бедуин, то есть он не из подвижников, проксалов, был, то есть из грамотных обученных, а безграмотный бедуин из пустыни. «Кали, я, Расуллах, да бахта, кавлян армии». Ягод зарезал до того, как бросил. У нас в Барак-Луфикуме есть строгий порядок. Человек после Муздалифа, мы же сказали, человек после Муздалифа идет, что бросает камешки. После того, как он бросил камешки Барак-Луфикуму, ему нужно зарезать бараны. Раньше баранов прямо резали на местах Барак-Луфикум, потом побрить голову, потом шли, куда делать тавав. Сейчас же Барак-Луфикум немножко там нужно лишних движений сделать. И даже при этом, Субханаллах, облегчает. Сколько раз Барак-Луфикумы, сами были в хаджи, или братья были после нас, говорили. Некоторые люди говорят так. Брат лучше, говорит, отложить тавав на следующий день. То есть, в 10-й день они как бросают камешки, идут в мина, зарежут бараны и лежат, спят. Мы завтракать сделаем. Они думают, что они ушлые, они забыли о том, что вся мина ушлая. И все думают, как они, что лучше сделаем тавав завтра. Понимаете? И надо думать, что ты такой ушлый. И поэтому Барак-Луфикум, Аллах Аля, может быть, в первый, десятый день народу намного меньше, чем во второй день. И поэтому Барак-Луфикум, что у нас сунной является, ты бросил камешки. Как ты бросил камешки, ты можешь выйти из состояния храма. Это называется маленький выход. Тебе все дозволено, кроме супруги. И супруге твоей все дозволено, кроме тебя самого. Ты можешь переодеться и так далее. Потом ты идешь, режешь барашку. Потом ты брешь голову. Потом ты идешь, делаешь что? Тавав. Потом ты идешь, делаешь тавав. Потом ты делаешь тавав. Потом сам Фомарова, и твой хач закончился. Возвращаешься в минуту, и после этого три дня ночуешь, и каждый день после зухра бросаешь в каждый столб по 7 камней. То есть 21 камень каждый день в течение трех дней следующих. Понятно, да? И вот пришел один училок, сказал, о посланник Аллаха, я зарезал до того, как бросить. Видишь, а он же должен быть сначала бросил, потом зарезать. Пром 따� ges салам сказал, если уж так получилось, то бросай. Проблем нет. Другой сказал, я разуму охалявve. Я! Побрился до того, как зарезал. А мы же говорили порядок, бросить камни, зарезать, потом побриться. Он говорит, я побрился до того, как сделал. Он сказал, режь, проблем нет. Другой сказал, тувь, тукаблен армия. Я! До того, как бросить камни, я, Расуллах. Пром зна был, я сказал, бросай, и нет проблем. Братья, порядок, пасунь, запомните еще раз. Камни, жертвоприношение, бритье, потом талаф. Камни, жертвоприношение, бритье, талаф. Не пришло ни от одного сподвижника, ни от одного сподвижника, чтобы кто-то делал что-то в другом порядке. Чтобы кто-то делал что-то в другом порядке. Поэтому не слушайте вот этих бедуинов, которые открывают вот эти бедуины. Вот эти хач-компании берут с вас мешок денег И при этом даже половина своей работы не выполняет, потому что это для них напряга, для них это напряжение, водить вас туда, водить вас сюда, организовать вас туда и так далее, и тому подобное. Это неправильно, брат. Также 842-й хадис. Некоторые братья тоже, знаете, в вопросе жертвоприношения. Говорят, есть компания, мы идем в эту компанию, платим, они за нас режут. Так, брат Аллах, да, проблем нету, дозвольно эти компании. Но ты упускаешь один вопрос, вопрос чего порядка. То есть ты когда заплатил в эту компанию деньги, есть ли гарантия, что они зарежут Барак Луфикум именно в том, то есть ты камни бросил, и что они в этот момент зарежут. И поэтому даже если мы говорим вот так вот, смотрите, но не обязательно это, знаете, на уровне прямо всей, вот у нас же группы в хаджи, допустим, есть 100 человек. Вы Барак Луфикум определились, хотели по 5 человек группы разделить, по 5 человек. Допустим, будет 5 человек, да? И выбираем самого сильного молодого парня, допустим, вроде меня такой. И допустим, дали одному сильному молодому парню деньги, вот эти пятеро. И говорят, ты иди и зарежь, понимаешь, например, старики и бабушки, понимаешь, бабушки и девушки, потому что им тяжело ходить. И все, тогда легко, понимаете, вот он пойдет, этих 5 баран ждет, все, письмеля, зарезал, давайте, идите, брейте свои головы, идите, делайте того, видите? А так вы когда компанию, в эту компанию, таких, как вы, миллион человек сдали, когда эти бараны в какой день зарежут, как и что, и так далее, один Аллах знает Барак Луфикум. Поэтому не относитесь к этому халатом. Лучше всего в идеале это пойти зарезать самому. То есть пойти и поприсутствовать, вот купить этот чек, пойти увидеть свой баран, зарезать. Это же приятно, братья Барак Луфикум, правильно же?